спонсор программы компания электроцентра наладка программа люди дела на открытом канале сегодня у нас в гостях константин тузов руководитель центра иностранных языков и н.я.с. здравствуйте добрый вечер константин я когда готовился к нашей беседе обратил внимание что в вашей скажем так биографии несколько раз употребляется слово первой вы первые организовали здесь занятия парными танцами стиль хастл первым открыли новую новаторскую школу иностранных языков вот так случайно получается или вы намеренно идете по тем дорожкам по которой никто до вас не ходил ну наверное сочетание факторов я никогда не задумывался об этом о том чтобы стремиться быть именно каким-то не необычным или первым просто там если говорить о хастле это ну заинтересовал меня танец я узнал что саратове у нас его нет я просто хотел им заниматься на самом деле вот посмотрел в интернете в саратове нет чушь делать нам самому значит вот и привез вот а если речь идет об иностранных языках то здесь ситуация немножко другая самому мне понадобился иностранный язык английский в частности и столкнулся с тем что традиционным способом выучить его достаточно сложно ну и начал искать какие есть альтернативы когда я альтернативу нашел я подумал что надо поделиться с людьми и вот так и получился центр н я собственно вот вы закончили технический университет очень серьезный факультет фэтип наверное все нормальные люди которые заканчивают этот факультет идут работать спокойно себе программистами в этой сфере который так или иначе связано с этим образованием а вы выбрали для себя но в общем-то немножко другое дело опять-таки с чем это связано не на самом деле я работал программистом ну знаете я думаю что люди все ищут в жизни для себя наверное счастье в основном да в том числе и в повседневной деятельности то есть профессии своей вопрос о том где человек останавливается до в какой момент как правило большинство людей на охотники там разумный баланс да и останавливается на достигнутом то есть они говорят меня это устраивает вот такая фраза есть я свое время думал что можно найти классную какую-нибудь компанию которая занимается разработкой программного обеспечения вот под свои какие-то параметры и в общем на этом остановиться результате своих поисков я нашел такую компанию но через некоторое время понял что она не настолько классная не столько классные в каком смысле в том смысле что чтобы она была классная мне надо ей руководить вот так вот и через некоторое время не пришло осознание что вообще в принципе окончательно хорошо может быть только если ты своим делом каким-то занимаешься вот ну и собственно я начал им заниматься до началось все вот станцев то есть у вас под подспудное стремление было после окончания вуза заняться именно своим делом но его изначально не было было просто желание ну как я уже говорил желание обрести некую некое счастье гармонию то есть как бы но это у всех людей присутствует все ищут место получше там зарплата побольше и чтобы коллектив был хороший и вот куча параметров ну и в общем то начиналось все как у всех чтобы найти что-то вот то что наверное называется путь сердцем да то есть то что по-настоящему твое она сразу как бы не находится то есть происходит все постепенно вот я начал с того что искал компанию конкретно вот а потом я понял уже постепенно думая над этим как-то там практикуя понял что ни одна компания не подойдет если она не будет твоей но когда ты несколько меняешь и находишь объективно хорошую то есть по всем параметрам замечательно но чувствуешь что внутренне тебя что-то не устраивает вот это надо поменять вот тут надо по-другому и понимаешь что это вот твоя такая устремленность наверное создать что-то свое а что все приходит с опытом что для вас хорошая компания для меня хорошая компания это ну во первых компании у которых и у которой есть какая-то позитивная социальная миссия да ты что что-то хорошее она должна для людей делать очевидно зарабатывать очередной какие-то раб общественные функции зарабатывание денег это как критерий полезности то есть если ты полезен то там мир люди они тебя благодарят за это грубо говоря да иногда бывает что и бесполезными с бесполезными людьми так случается но я думаю что ненадолго вот у меня такое есть глубокое убеждение поэтому я стремлюсь быть максимально полезным сделать максимально хорошо таких компаний достаточно много и сейчас я думаю ситуации к этому все больше и больше меняется то есть если поговорить с людьми особенно с молодыми обнаруживаю что все они стремятся именно найти что-то что-то позитивное что-то свое делать что-то для людей вот и таким образом как следствие зарабатывать какие-то деньги вот существует мнение что россияне не очень готовы в целом в основной своей массе заниматься своим делом большинству из них гораздо удобнее работать по найму поменьше ответственности поменьше забот вы считаете что эта тенденция в последние годы меняется что появляется больше людей как раз готовых заняться собственным бизнесом да вы знаете вообще если анализировать то это естественная пирамида распределения то есть я думаю что невозможно сделать так чтобы все мы были предпринимателями кто-то будет работать вообще там улицы убирать и прочее все в природе у нас гармонично поэтому есть какой-то процент людей и он не такой уж маленький если обратиться скажем к статистике центра занятости то там у них есть программа где они выдают ну определенной дотации начинающим предпринимателям так вот пустующих позиций там нет вот и многие люди с этого начинают я в частности именно с этого и начал поэтому очень много в моем окружении людей так такого рода я думаю тут еще зависит от окружении самого человека то есть вот он уже как определяет как бы есть такие люди предприниматели или нет таких людей вокруг себя смотрят правильно оглядывается вокруг него нету вокруг кого-то еще есть в принципе таких людей очень много и очень много амбициозных проектов поэтому я думаю что мы движемся к этому семимильными шагами остальные стран это тоже у них все не сразу складывалось сколько у них капитализм то как бы по времени гораздо дольше правильно поэтому я думаю что мы очень способны да и особенно нынешние молодежь сейчас уже в 17 18 лет об этом задумываются люди некоторые раньше я в 17 18 лет ни о чем таком не думал даже вуз заканчивают они думал но то сейчас уже народ вузе учится и свое дело открывает поэтому сейчас изменилась конечно картинка кардинально а вот с точки зрения вашего опыта скажем так государственная система поддержки малого бизнеса она помогает на самом деле для развития или не стоит оглядываться на какие-то государственные системы стоит заниматься своим делом исключительно скажем на параметрах самореализации ну я думаю помогает да ну во первых как бы есть определенные дотации да вот начинающим предпринимателям во вторых помогает тем что не мешает то есть как бы сейчас особо не мешают проверками не мучают сейчас по-моему даже есть закон относительно того что там первые три года нет никаких проверок вот и я считаю что отсылки на государство это прежде всего оправдание собственной несостоятельности какие бы у тебя не были ресурсы там государственные негосударственные частной дотации там собственный заработанный капитал главное умение им грамотно распоряжаться если ты не умеешь этого делать любые ресурсы можно профукать хорошо давайте к английскому языку вернемся вы сказали что возникла потребность собственная по изучению языка и вот на этой основе была создана какая-то новаторская методика отмена вот этого потребность возникла ну потребность очень про очень простая ситуация на самом деле я работал программистом в компании епам там все письма высылались на английском языке мой уровень был как обычно читаю перевожу словарем вот то есть ну практически не был никакого уровня и одно из заданий чуть посложнее не выслали я его естественно не так понял почему то что английского не знал я как прочитал вот так и понял да и сделал все неправильно моя работа она была частью коллективной работы и от этого зависели сроки сдачи проекта вот ну естественно я попал там на ковер к начальству и тут я понял что надо что-то срочно предпринять в этом плане начал искать пытаться там ну первое что я сделал как обычно все люди делают взял грамматику там учебник смучитель какой-то там стало зубрить там днями ночами но результат от не давало ощутимо то есть как бы было непонятно где-то недели три наверное я так промучился и потом начал искать что же есть еще что есть очевидно должен же быть какой-то другой путь через какое-то время я попробовал там один метод другой через какое-то время мой товарищ по работе он мне дал диск с программой которая называется language bridge то есть языковой мост и там как раз и заложены вот эти основы методики которые сейчас работаю я стал заниматься где-то через две недели там две-три недели примерно у меня запустился внутренний диалог на английском языке я когда сказал об этом нашему корпоративному педагогу он сказал это невозможно я сказал ну ладно тогда вот у меня стали закрадываться сомнения о состоятельности существующего подхода к обучению через четыре недели я встретил на проспекте американца просто услышал что человек говорит на английском языке там своими друзьями подошел познакомился мы встретились кафе и где-то порядка там полутора часов если мы общался на языке и забыл вообще на каком языке я говорю и вот это было наверное основным потрясением я понял что за месяц можно достичь такого уровня свободно с человеком говорить то есть беспереводная методика я так понимаю которые позволяют человеку не только говорить но и думать на языке да в этом в этом ключ основной в том что на самом деле естественный естественный способ освоения языка он беспереводной то есть многие думают что мы вот как это традиционно обычных школах английского языка что мы составляем предложение слов но это на самом деле не так мы составляем предложение смыслов а слова являются отражением этих смыслов просто их озвучивание смысл это ощущение соответственно естественно для человека чтобы любое слово имело смысл то есть он это слово должен чувствовать и освоение языка идет именно таким образом все это давно научно уже давно подтверждено но традиционная система она очень скажем так не склонна к изменениям это ситуация которая сложилась всех устраивает вроде бы как но я думаю что это до той поры пока какие-то новые тенденции не пробьют себе дорогу практика показывает что думая на языке он осваивается гораздо быстрее естественней и многие полагают что мышление на языке это какой-то высокий уровень это какое-то достижение какое-то но на самом деле это стартовая позиция то есть даже если вы не говорите на языке вообще-то начинать надо иметь с этого слова иностранного языка нужно осваивать точно также как вы осваиваете новые слова родного новые слова родного языка никто не переводит все выясняют их смысл да и потом их употребляют чувства вот точно также надается иностранным языком саратове не так мало школы в том числе частных школ которые предлагают услуги по обучению английскому языку то есть конкурентная среда достаточно серьезная саратове так понимаю вы находите скажем так людей которые готовы в общем-то по нестандартным методикам изучать язык ну конечно потребность в этом огромная многие люди сталкиваются с той же проблемой с которой столкнулся я в свое время то есть вот эта грамматика вот эти усилия которые ты вкладываешь 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 и потом непонятно где ты вроде бы ты чего-то учил говорить толком не можешь непонятно чуть делать для того чтобы смочь вроде бы какая-то перспективы есть но она какая-то туманная то есть большинство людей на самом деле сталкиваются с этим и многие ищут способ освоить язык быстрее достичь сразу непосредственно цели то есть это говорение на языке прежде всего то есть этого нужно начинать и у многих людей именно такая цель ключевая потому что ездить за рубеж постоянно и сталкиваются с необходимостью да и владеть какой-то ну скажем решать какие-то тесты грамматические на что ориентировано большинство центров для людей не интересно на самом деле текущей ситуации для большинства а интересно именно говорение на языке поэтому не так сложно найти клиентов заинтересованных тем более что мой метод общение с клиентами это презентация то есть я сначала показываю вот а потом приглашаю человек может лично убедиться в эффективности моего подхода сначала а кто больше всего сейчас нуждается в изучении английского языка это какие-то частные индивидуальные клиенты или корпоративные клиенты тоже у вас есть корпоративный клиент тоже есть ну это наверное не зависит от того частный клиент от или корпоративный зависит от потребности самого человека то есть грубо говоря если в какой-то организации руководящий состав например или не руководящий ездить за рубеж так или иначе сталкивается с иностранным языком то потребность высока соответственно люди приходят так или иначе они могут иногда даже бывает так что какой-то коллектив приходит из организации как бы сразу ко мне в центр сразу несколько человек они могли бы организоваться на самом деле там сделать какую-то заявку вот но они услышали пришли и как бы стали заниматься но больше молодые люди или бывают уже и люди в возрасте вы знаете очень разный состав и молодые люди бывают вообще невозможно предсказать непонятные тенденции то есть сейчас наверное это возрастом вообще не определяется практически бывает например у меня приходит на целую группу одни молодые люди вообще одни студенты а бывает группа человек 12 где все возрасте там около 40 от чего это зависит вот сталкиваюсь тем что практически непредсказуемо а кого легче научить по вашему опыту легче научить человека который доверяет преподавателю человека который ну наверное воодушевлен как-то вдохновлен человека который готов менять вы менять свои рамки немножко выйти из зоны комфорта потому что в природе есть закон сохранения энергии ничто ниоткуда не возникает никуда не исчезает это у вас специалист по программированию говорит физики ну да человек с техническим складом ума и поэтому результат который возникает он не может быть просто по щелчку пальцев он требует какие-то вложения силы энергии каких-то серьезных изменений редкие случаи на самом деле когда человек не способен не то что не способен он способен не готов да не готов что-то менять он хочет скорее волшебную пилюлю чем каких-то изменений реальных редкие случаи в большинстве случаев наверное все же достаточно лояльно к этому люди относятся тем более когда они видят реальный результат то есть реальный результат очень сильно мотивирует вот наверное так у нас тут не так давно в нашей государственной думе прозвучала мысль о том что изучение иностранных языков это не патриотично вот вы как считаете себя патриотом ну наверное да я считаю себя патриотом и я думаю что патриотизм он возникает не от того не от ограничений не от ограничений и ну не знаю например за рубежом до европе нормальным считается знать три-четыре языка и от этого они не становятся менее патриотичными никак не связано я считаю то есть ограничениями какими-то принуждением патриотизма добиться очень сложно поэтому ну наверное это какие-то домыслы просто людей которых которые не знаю не очень близко с этим сталкивались вообще зачем учить иностранный язык на это только утилитарная какая-то необходимость или просто для расширения возможности человека это необходимо но в том числе мозг это же даже не только мозг а в принципе любой наш орган если он функционирует да на полную силу в полную мощность то он прибывает здоровом состоянии если стоит эту функциональную нагрузку ослабить то он начинает деградировать правильно поэтому в то то же самое относится к мозгу иностранный язык очень хорошая нагрузка в этом плане чтобы оставаться в форме с ясным умом там я думаю что это очень актуально вводить иностранным языком еще лучше не одним ну и потом это очень интересно это расширяет кругозор это позволяет вам общаться с людьми говорящим не только на вашем языке позволяет пользоваться ресурсами не только на вашем языке то есть есть обширные ресурсы в сети интернет на английском языке которыми люди просто не пользуются по причине незнания языка и то что как бы тяжело просто читать многие даже знают в какой-то степени язык то но читать все равно тяжело на английском воспринимать тяжело и поэтому всегда отдают предпочтение ресурсам на русском языке вот вот с этой целью я думаю стоит освоить язык и тогда откроются гораздо более широкие перспективы я так понимаю что вот у вас потребность личная потребность для расширения коммуникативного круга она одна из движущих сил в вашего развития нашей деятельности потому что если мы говорим о языке иностранном это одна как бы сфера деятельности другая сфера танец причем вот тот самый танец хастл да это же тоже некая коммуникативная сфера правильно я понимаю ну да танец самый изначально социальный направлен прежде всего на действительно на расширение взаимодействия между людьми то есть на общение безусловно безусловно есть такое такая такая потребность вы преподавали да парный хастл да да то есть мы ну начали конечно с очень низкого уровня с очень чего-то простого там поехали в самару взяли мастер-класс вот и начали преподавать но постепенно мы свой уровень тоже поднимали понимали понимали и сейчас уже скажем тот коллектив который существует они успешно выступают на соревнованиях российского уровня берут места так что вы продолжаете этим заниматься ну нет сейчас я не занимаюсь с точки зрения организационной или там преподавательской время от времени хожу на разного рода вечеринки сейчас я занимаюсь большую часть времени трачу на центр иностранных языков я так понимаю что есть некая потребность у вас заниматься преподавательской деятельностью причем неформальная да в танце в изучении иностранных языков что это за потребность это желание чтобы было больше людей которые имеют те же возможности что и вы или может быть это какая-то внутренняя психологическая вот такая потребность руководить быть наставником для кого-то как вы считаете ну тут совмещение факторов прежде всего предрасположенность я считаю достаточно много людей такой предрасположенностью обладает то есть но в принципе это не только в преподавании во многих профессиях можно видеть людей которые грубо говоря это их да и у человеку такого все получается достигает очень хороших результатов прежде всего это умение наверное ну какой-то рефлексии то есть раскладывать то что получается у тебя на составляющие и умение переносить передавать эти составляющие собирать тому-то другого человека какой-то определенный навык понимание этого процесса и если что-то ты умеешь если у тебя есть ну как это знаете как в легенде талант да вот эта монетка дату глупо и и закапывать землю тем более что человек становится счастливым только воплощая свои таланты правильно вот поэтому когда я впервые начал это делать я сразу понял что у меня хорошо получается если какие-то лидерские задавки я так понимаю которые ну в общем то наверное направлен на то чтобы объединять людей ну и лидерские лидерские как следствие наверное какой-то идеи то есть тебя есть некая идея ты хочешь чтобы ты считаешь ее очень полезной там позитивный и ты хочешь чтобы максимальное количество людей они узнала это же получил эти бонусы да какой-то кайф от того что вот они могут делать вот то есть это не просто власть ради власти да и там руководство ради руководства а это именно стремление поделиться сделать людей лучше как-то помочь их им на их пути вот наверное это ключевой момент которым я руководствуюсь и вот сколько я вижу преподавателей именно высокого уровня все они руководствуются именно этим моментом то есть чем-то с людьми поделиться и именно с этой точки зрения они исследуют что-то ищут какие-то новые способы новые пути новые технологии то есть есть такие люди в спорте и там иностранных языках и в чем угодно и в бизнесе такие люди есть считается что современный молодежь больше всего мечтает быть даже не бизнесменами политиками и чиновниками у вас такой такой мысли никогда не возникало пойти в какую-то партию какие-то руководящие структуры государственные ну знаете если я буду видеть какую-то полезность то есть какую-то пользу то наверное да почему нет опять же какое-то по какой-то по определенное чувство предрасположенности если она возникнет то скорее всего я буду ему следовать у меня сейчас друзьях есть коллектив молодежного правительства саратовской области то есть как-то вот так жизнь меня с ними свела я у них тоже преподавал английский язык для них была корпоративная группа поэтому как-то получается так что я все больше и больше имею к этому отношения но буду ли этим заниматься опять но не знаю для этого нужна какая-то конкретная задача то есть должна быть конкретная польза а не просто так там пойти в политику ради ради чего понятно спасибо за интересный разговор пошла программа люди дела у нас гостях был константин тузов увидимся спонсор программы компания электроцентра наладка